Современный консерватизм, проповедуемый в интернете, возможен исключительно либеральной идеей. Я понимаю, что сейчас у некоторых бутерброд выпал изо рта, но порой совершенно очевидные вещи вызывают оторопь. Меня иногда называют либералом, желая оскорбить. Мол, я думал, ты перец вот хороший, а ты либерал. Ну, говорить мне так, это все равно, что говорить армянину, что он хач. Он и без вас знает, что он хач, потому что хач по-армянски крест, поэтому, когда вы ему говорите, ах ты хач, это вы ему говорите, ах ты такой-сякой крещеный. Поэтому фраза, ах ты перец либерал, она из области капитан очевидность. Я действительно очень часто сочувствую большинству либеральных идей. Другое дело, какую коннотацию приобрело это слово сегодня. Особенно меня умиляет разделение на либералов и патриотов. Вот есть такие патриоты правильные, а есть вот либералы, которые думают, вот этому мы уже продали мешочек скреп православных, давайте теперь еще вот этому продадим. Заодно еще можно и кусочек Родины присовокупить. Вот я сейчас возьму книжечку в руки, она была майонастольной, делит очень для революционного терроризма. Вот так вот она выглядит. Автор Олег Будницкий крайне рекомендует этот сборник с материалами, которые он тут подобрал. Примечание. Примечание под статьями Владимира Львовича Бурцева. Это был такой совершенно безумный персонаж, очень плохо кончивший, кстати, о птичках. Но я посвящу ему, может быть, даже отдельный выпуск на канале Гоблина в ходе своего рассказа про это. Так вот, князь Э.Э.Ухтомский. Имеет в виду князь Эспер Ухтомский. Я, кстати, про него писал в своей книге о пиар-компании во время русско-японской войны. С 1896 года редактор-издатель санкт-петербургских ведомостей. Публицист либерально-консервативного толка. Ну, тут у некоторых бутерброд выпадет изо рта второй раз и уже, по-моему, окончательно. То есть, либерально-консервативного толка, либерал-консерватор, это вообще как? Это же Оксимарон, это обергруппенфюрер Изя Губельман, это сборная Нигерии победила в чемпионате Африки по хоккею с шайбой и слепила самого большого снеговика. Это самогонная диета. Это, короче, impossible. Как, впрочем, и все, что не вписывается в какие-то привычные рамки у нас тут в интернетах. Ведь что такое либерализм? Есть, конечно же, научное объяснение этого термина. Есть масса лекций тут на ютубах, но я объясню это гораздо проще, чем вызову, наверное, негодования у тех, кто сидит своими профессорскими жопами на стопках томиков Монтескио, Вольтера и Руссо. Мол, как можно так обобщать и примитивно подавать идею, которая и дальше 15 абзацев словесного поноса? Ну как, как? Вот так. Либерализм — это желание людей, чтобы в стране происходили перемены, но не насильственным путем. Либерализм — это желание людей, чтобы соблюдались законы, а беззаконие каралось бы. Либерализм против государственных переворотов, революций и все такое прочее. Либерализм за свободу, ограниченную законом. А теперь скажите мне, что в этом плохого? Где тут предательство? Я уже снимал выпуск про отличие фашизма от нацизма. Ну вот, приходится, наверное, и в этот раз кое-что объяснить, потому что очень легко ныне даже и в фашизме навесить ярлык. Вот назовешь негритоса негритосом, уже фашист. Признаешься в любви к евреям — уже пархатый жить. Ну вот так вот я и болтаюсь между этими полюсами. Реально обергруппенфюрер Изя Губельман. До революции было принято выделять, ну, начиная со второй половины 19 века особенно, три категории сознательных граждан. Это консерваторы, либералы и демократы. Были, соответственно, ультраконсерваторы, были, соответственно, революционные демократы. А либералы — вот их никто никогда не любил, потому что для консерваторов они слишком левые, а для революционеров они слишком трусливые и сервильные. Есть известная фраза Андрея Желябова «История движется ужасно тихо, надо ее подталкивать». Ее цитируют все, кому не лень. Мало кто цитирует окончание этой фразы, которую мы знаем вообще-то со слов его знакомого из Одессы Семенюты, о чем он написал в своих воспоминаниях. «История движется ужасно тихо, надо ее подталкивать. Иначе вырождение нации наступит раньше, чем опомнятся либералы и возьмутся за дело». То есть пассионарно настроенный, несостоявшийся убийца Желябов, царь-убийца, конечно же, имеется в виду. Хотя, в принципе, какая здесь разница в данном-то случае. Так вот, он не питал никаких иллюзий по поводу либералов. Не случайно, что либерально-консервативный лагерь очень часто противопоставлял себя революционно-демократическому лагерю. Потому что идея убийства царей, генералов, высших чиновников, короче, всех этих царских сатрапов не находила отклика в их сердцах. Хотя, конечно, были такие либералы, которые сочувствовали и поддерживали не только революционеров, но даже и террористические акты. С дефинициями и истоками тех или иных событий вообще очень сложно. Я вот вам сейчас скажу, например, что первыми скинхедами были негры. Ну, вы же у виска пальцем покрутите. Ну, не знаю, то есть скинхед же это у нас обычно сразу же там расист, нацист и так далее. Ну, погуглите слово «шарп» по-английски. «Skinheads against racial prejudice». Так где же обретается сегодня в нынешнем мире истинный либерализм? В интернете. Интернет олицетворяет настоящую свободу слова. Потому что свобода в цивилизованном мире подразумевает ответственность. Это и есть гражданское общество, когда свобода равно ответственности. Когда за сказанные слова надо отвечать. Почему в Америке столько адвокатов? Да потому что там судебная система работает как часы. Ляпнул чего-нибудь? Готовься, что на тебя подадут в суд. И реально нужно засудить корпорацию, даже корпорацию, аффилированную с государством. И любой адвокат, когда чувствует, что дело пахнет наживой, он сам вписывается в эти все дела, предлагает свои услуги за будущий куш. У нас же свобода — это когда можно поссать. Ну, везде. Можно поссать на правила ГИБДД, на обязанности по заключенному контракту. Можно поссать в интернете, а еще даже и посрать. Тем более анонимно. Ну, вот возьмем, например, мой канал. У меня же огромное количество таких 100% ватных выпусков, под которыми мне пишут, что вот ты такая сволочь кремлевская. Но политика у меня сто процентов либеральная. Я никого не баню, я не тру никаких ничьих комментариев, потому что это и есть основа либерализма. Самовыражение. Это истинная картина мира. Вот он такой мир. Вот как вот здесь вот в интернетах, в комментариях пишут. Вот он такой мир, понимаете? А не так, как мы увидим там на улице. Люди ходят, а у них в голове такое кипит, что они потом приходят и выплескивают под каким-нибудь роликом. И знаете, что вот эта вот политика, когда ты ничего не трешь, ну, бывают исключения, на самом деле, когда оскорбляют там других зрителей настойчиво, либо каких-то моих близких. Так вот, эта политика дает свои плоды, на самом деле. Я тут делал интервью в одном из прошлых выпусков с директрисой музейного комплекса в Разливе, которая, ну, тема Ленина, она вообще такая пограничная. И она там употребила слово «либеральный» в подходе, собственно. Ну, естественно, там была определенная реакция. Но она мне потом написала, что она была крайне удивлена вообще адекватностью зрителей, адекватностью комментариев, которые там писали, даже негативных. Ну, естественно, слушайте, столько лет, в конце концов, аккумулировал я вас всех тут. Ну, наверное, оно того стоило. Это не значит, что нет мудаков. Ну, везде они есть. И у меня и на канале, и на страницах в соцсетях. Куда же без них. А вот, например, возьмем, был просто такой период, когда меня просто все спрашивали, что я думаю про Камикадзе. Ди который. Я когда-то, давным-давно, еще на стадии зарождения всех этих ютюбов, я видел, что есть такой парень, который сидит там, что-то рассказывает. И тут я как-то к нему залез, а там у него вот еще 15, ну, я не буду произносить это слово, кого, улетело в бан. Вот еще, короче, он сидит там и просто вот-вот он. У него там такая политика, понимаете, модерация очень жесткая. Нашему Роскомнадзору даже не снилось. То есть, как бы, он такой типа либеральный-либеральный, а политика у него абсолютно гулаговская, тоталитарная. То есть, он не дает выражать мнение, с которым он категорически не согласен. Особенно в том случае, если это мнение выражено, ну, мягко говоря, не в очень такой доброжелательной форме. Ну и что, он как бы либерал? Нет, он мудак на самом деле. И к либерализму это не имеет никакого отношения. Причем мудак сугубо закомплексованный, потому что когда вот начинается вот эта вот подтирка, это прежде всего говорит про комплексы. Ну, а теперь, собственно, вот к консерваторам. Вот ведь есть консерваторы, но какие они? Есть консерваторы, которые думают, что вот была такая Россия прекрасная во главе с царем-батюшкой, и вот все там было хорошо, пока не эти гады. А есть те, кто думают, что вот был такой Советский Союз еще более прекрасный во главе с царем-батюшкой Сталином. А потом вот пришли тоже всякие эти, и все к чертову бабушке развалили. И те, и другие, они консерваторы. Ну, там они отличаются по ряду признаков, конечно. Но, как говорится, есть нюанс, как в том анекдоте. Потому что если этих консерваторов посадить рядом, то там никаких не надо ни либералов, ни революционеров. Они сами друг друга прекрасно почикывают. Но что нужно учесть, дорогие друзья, что любые мысли, которые мы выражаем вот конкретно здесь, вот в этом пространстве, в этом медийном поле, и какие бы они ни были, эти мысли либеральные, консервативные, ультраконсервативные. Все это возможно исключительно либеральной идеей, которая пришла к нам из Соединенных Штатов Америки. И, конечно же, тем компаниям, которые в этих Соединенных Штатах Америки обретаются. И даже такие люди, как господин Михалков, и господин Стариков, и совершенно шизанутые, вообще укушенные Матильды, вот эти ультраправославные дебилоиды, даже они, а их немало тут всех на ютубах, даже они существуют здесь благодаря либеральной идее, благодаря тому, что здесь можно выражать свое мнение. И никто тебя за это не банит, если не находятся какие-то старые силы, и начинают предпринимать определенные усилия по блокировке вашего канала. А каждый оставляемый вами здесь комментарий, каждое свершаемое вами здесь действие, оно обогащает компанию Google новыми данными о вашей поведенческой модели, что позволяет оптимизировать рекламу, и втюхивать это тем, кто желает втюхать что-то вам, то есть потенциальным рекламодателям. Наверное, главный либерал сегодня вот в этом контексте, конечно же, Павел Дуров, потому что он у нас ассоциируется прежде всего с интернетом. Человек, безусловно, очень последовательный. Сначала писал про 10 причин, по которым он не хочет уезжать из России, потом уехал, и написал про 10 причин, из-за которых он уехал из России. Ну, бывает. Я его, кстати, за это, в общем-то, и не осуждаю, потому что мы не были там, в стратосферах, когда к тебе приходят и говорят, «О, Паша, какой отличный у тебя бизнес, давай-ка мы поговорим об этом». Чувак сделал ВКонтакте, ну как сделал, скоммуниздил идею, сделал, ну, у нас, конечно же, ничего больше не коммуниздится, ни в кино, ни в рекламе, ни на телевидении, вообще нигде. У нас все свое, вот родненькое просто. Он это сделал, потом свалил, вот «Контакт» до сих пор живет. Прекрасная социальная сеть, на самом деле. Гораздо лучше Facebook лично для меня, потому что весь экскурсионный поток у меня идет через ВКонтакте. Но суть не в этом, уехал, создал какой-то совершенно непонятный на первом этапе мессенджер. И вот к чему это привело. Без этого мессенджера некоторые уже и жить не могут. У меня в компании, в интернет-агентстве, в одном из крупнейших интернет-агентств страны, ну, в общем-то, официально разрабатываются специальные прокси и так далее, чтобы можно было ВКонтакте работать, потому что многие процессы оптимизированы под ВКонтакте. Я могу медиаплан согласовать через Телеграм. Так у нас все устроено. У нас там общий чат всей компании находится. То есть, как бы, государство приняло определенные какие-то запреты зачем-то, но вот результат. Естественно, Дурова ненавидят многие. Ну, потому что он молодой, успешный, он сделал свой собственный бизнес. Причем, в данном случае, в общем-то, не особо ничего и не украв. Ну, как такого не ненавидеть? Как говорится, люди готовы простить все, что угодно, кроме чужого успеха. А он еще, падла такая, плевать хотел на то, что ему пытаются диктовать сверху. Вот я тут думаю, вот наши чиновники, они до сих пор ничего не понимают. Вот я тут был в одном эфире с господином Милоновым. Егор Яковлев просил меня подменить. Я в эти зоопарки стараюсь не вписываться, но на Милонову мне интересно было посмотреть вживую. Надо сказать, что за кадром он вполне нормальный такой, вменяемый человек. Как только камера включается, просто, ну, какой-то полный шизоид. И вот он там начинает говорить про то, что интернет-агентство зарабатывает на каких-то ботах. Вот у нас эти миллиарды этих ботов, и мы зарабатываем на них миллиарды. И я вот смотрю на него, я понимаю, что вообще, вот он в полной прострации, как вообще встроены эти алгоритмы. И он такой не единственный. Ему, конечно, пришлось объяснить, что, ну да, боты существуют, но если вы сейчас в любой социальной сети начнете эти ботов нагонять, то вас просто могут заблочить. И вот, ну, я же в двенадцатом году, да, кто знает, снял этот смешной ролик про то, что Собчачка пойдет в президенты. Все тогда покрутили у виска, ну, ты что, больной? Так не, не больной-то было очевидно. И вот мне сейчас вот думается, судя вот по этим амбициям Паша Дурова, а они у него есть, да, последняя вот эта фоточка, топлис, челлендж, который он выложил вот эти самолетики, да, которые он призывал кидать. Не знаю, может, это аллюзия на те самолетики из пятитысячных купюр, которые он кидал когда-то из дома Зингера. Не знаю, какие у него там тараканы в голове, но я вот думаю о том, что, в принципе, это вполне себе такой кандидат в президенты. Не сейчас, безусловно, но Путин он не вечный, вы же понимаете, ну и, собственно, кого там им на замену. Ну, я вот реально не знаю. Вот эти все ружи, которые там сидят вокруг. Ну, вот это вот ЦК Политбюро, да, не стареют души ветераны. А Дуров, это, мне кажется, вполне такая кандидатура, которая вполне может выстрелить. У него есть свой электорат. Ну, понятно, что страна не бросилась кидать самолетики из окон. Кто-то покидал, но массового залета не случилось. Но я думаю, что это, наверное, один из немногих вообще таких реальных претендентов на этот президентский престол. И если Дуров научится как-то вот проводить более жесткую линию, да, без чего у нас в России, ну, вообще никак, то я думаю, что его реально может ждать здесь успех. Вполне. Кто бы там что ни говорил. Потому что Дуров, в отличие от Милунова и все этой братья, он прекрасно понимает, и что такое интернет, и что такое современные коммуникации, и куда вообще идет современный мир. А он, хотим мы того или не хотим, он идет вот в цифровые технологии. Увы, ах. Поэтому начинайте задумываться вот про этого парня с этой точки зрения. Я, конечно, вас ни к чему не призываю. Да и что, бесполезно? У нас еще, слава богу, ну вот есть несколько лет хоть какой-то стабильности. Но вот а потом надо будет думать. Что касается либералов, Ксюша Собчак не либерал. Ксюша Собчак – девочка из Дома-2, которая вовремя поняла, куда ветер дует. Какой-нибудь там Быков не либерал. Он очень эрудированный, начитанный интеллектуал. Но нет, я бы его так и назвал. Поэтому можете кидать меня это «Жуткое оскорбление в либерализме». Я стерплю. И, кстати, еще про одни либеральные начинания с вполне либеральным ценником. Я, конечно же, говорю про свои грядущие экскурсии. Значит, их есть у меня, но в связи с праздниками, немножечко все сдвинулось. 29 апреля, это будет у нас воскресенье, у нас будет экскурсия по Тверскому бульвару. Она будет называться «Пушкин, Герцен и террористы». В 18.30. А на следующий день – это будет понедельник, день тяжелый, но выходной. В 13.00 мы с вами будем гулять по Гуглевскому бульвару от сына Сталина, он там жил просто, до прямо-таки вот этому самому гуглю памятника. И рядом там прекрасное здание наркомата обороны, замечательное, с танчиками. Мало кто эти танчики, кстати, видит. А в Петербурге 1 мая состоится две экскурсии. В 15.00 я расскажу про Пушкина в Коломне, проституток в больнице. Покажу первый КВД России. Ну а в 17.00 очередная лекция, серия Романова «Без соплей» лекция, экскурсия, конечно же. Про Малечку с Никки, где они жили и не только. Ну и, конечно же, про великого князя Алексея Александровича, которого у нас называли князем Цусимским. Ну и, соответственно, все, что с этим связано. Это в 17.00 1 мая. Ссылки на все встречи есть вот там. А уже через выходные будет по одной экскурсии в Москве и в Петербурге. Москве в субботу, в Петербурге воскресенье. В Москве я по многочисленным просьбам повторю экскурсию по злачным, ой, злачным чеховским местам. А в Петербурге у нас будет экскурсия по Дворцову. Площади необычная. Про все, что там есть интересного. И про три террористических акта. Один из которых совершился уже в советское время, в самом начале этого советского времени. Ссылки точно также есть вот там. Оставляйте свои комментарии под этим выпуском. Увидимся уже скоро. Пока!